Два года назад я открыто заявил, что я планирую бороться за власть, бороться для того, чтобы добиться перемен, построить новую, успешную страну по образцу ведущих стран мира. В 2001 году, 18 ноября, я заявил вместе со своими товарищами о создании движения «Демократический выбор Казахстана» именно 18 ноября 2001 года. И через несколько месяцев я был посажен в тюрьму. Мне дали 6 лет. Я был посажен первым. Первым, потому что султан Назарбаев узнал, что я для него, для его личного режима представляю огромную опасность. Я вышел, вышел из тюрьмы и для себя принял окончательное решение, что я не смирюсь с существованием этого режима, бесчеловечного режима. Я все свои силы направлюсь на борьбу против режима Казахстана Назарбаева. Собственно, так и произошло. Более 10 лет Назарбаев безуспешно, безуспешно меня преследует по всему миру. И следует очень серьезно. Вы знаете, что в 2013 году была похищена моя семья. Моя 6-летняя дочь и жена, они более 7 месяцев провели в Казахстане, были похищены с территории Италии, потому что никого так не преследует режим, как меня. Потому что именно действующий режим во главе с Назарбаевым понимает, что перед ними человек, который не сломается никогда. Да. Существовало телевидение ТАН, которое первым открыто показал в государственной цирке совещание демократической общественной, где прозвучала критика, открытая критика и требования отставки до султана Назарбаева. Телеканал ТАН, его кобеля были расстреляны. Была политическая оппозиционная газета «Республика», офис редакции сжигался, вешали убитых собак на этот офис, когда приносили венки. Это делал Комитет национальной безопасности по указанию султана Назарбаева. Я создавал газеты на казахском языке, на русском языке, «Казахстан», «Сёзд», «Взгляд» и таких газет я могу перечислить как минимум 10. Я финансировал все оппозиционные силы страны для того, чтобы добиться перемен. Конец этому политическому режиму. Да, еще предстоит борьба, да, нужно еще добиться, чтобы из власти ушли, ушли эти члены, этой мафиозной группировки, в частности, Касанжимар-Такаев. Но я могу сказать однозначно, этому режиму конец. Раз так, то именно сегодня я открыто заявляю о своих планах, которые я собираюсь реализовать. Собираюсь реализовать именно добиться полного отстранения этой политической верхушки от власти и в рамках движения «Демократический выбор Казахстана» добиться перемен. Возглавить временное правительство, провести выборы в течение шести месяцев, выборы в новый парламент, депутатов от народа. Именно этот парламент изберет правительство и министров. Я планирую возглавить новое правительство, возглавить партию «Демократический выбор Казахстана». Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал «1612» и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы «1612» в Instagram и Telegram.